привет всем всем моим друзьям интернетовским друзья сегодня я как обещал лайфак номер три будет проработал сети как я понимаю само понятие работа труд цвете а скажу сразу сделаю оговорку работе о труде тоже много написано среди особенно мне нравится из народной мудрости мысли о работе вот примеру такая мысль работа не волк в лес не убежит 2 работа не половой орган стояла и стоять будет представляете короче очень много народной мудрости мысли о работе но моя мысль такая если хочется кушать то надо работать строить я же не в раю живу это в раю когда бог создал адама и его ну человечество и мир не дала работать они у него богат этими трудными были а когда он их выгнал из рая пришлось ему работать и мы потомки их тоже обязана работать но есть такие люди которые вообще не хотят работать и не умеют работать но не считаю что эта работа это политики вот представляете что за работа вот хотя друзья сейчас современно наше время до языком трепать это считается работа они физически лопатой вкалывать понимаете потому что физический труд он во все во все времена не ценился но ни капли среди даже в советском союзе где было было больше справедливости и были не такие отношения между рабочим и капиталистом как сейчас эти это поймете за работу платили всего-навсего 6 процентов от произведенного человеком продукта эти 6 процентов в принципе немало надо было много производить в смысле работать кто много работал тот много получал это истинный истинное понятие и так друзья значит она правда в цсср говорят поговорка была тоже можно сказать из народной мудрости как нам платят так мои работы а другая была среди народней мудрейшая трудовая такая мудрость про герб советского союза но я это не с презрением говорю я просто говорю то что было я за советский союз я бы еще бы с удовольствием туда вернулся короче там же был серп и молод поймете фактически как было задумано это союз рабочего и крестьянина понимаете и по этому поводу народная мудрость гласила хочешь молод хочешь хочешь мог ты хочешь не это значит терпом хочешь куй но это молотом все равно получишь х многоточие не многоточие х . буква и значительно такая буква вот представляете но это народная мудрость я против нее ничего не имею я за нее и так значит а еще говорили труд облагораживает человека я во сколько друзья работаю поймете не благородился хотя облагоражение само по себе я тоже еще пока не понимаю что такое благородство тут человечество нова думала разные хрени про родство были и богатые и бедные и хрен знает какие понимаете я отлично считаю себе представителем сословия россии новое российское сословие нищие первой гильдии пенсионеров россии стать как звучит гордо это мое сословие я отношусь к ему но мне надо рам не забывать работе о труде потому что правительство ну это россии и больше наш владимир владимирович пп он оценивает нас не так как мы хотели вот меня он оценил я наукообразно говорю потому что канал там наука образности друзья поэтому вы прощайте меня я образно говорю он оценил меня всего-навсего пять тысяч восемьсот три рубля тридцать шесть копеек за мою 32-летнюю работу в море среди сейчас после десяти лет я уже 10 лет на пенсии но я работаю работа меня и завтра ждет и послезавтра еще 35 35 лет я не знаю кем я буду токарем или еще кем-нибудь можете друзья лайффакеры переквалифицируясь и буду вам лайффаки говорите а мне за это будет youtube платить стоите компьютер кстати тоже работа честное слово работа в умственная и так друзья про работу человечеству много говорила а немцы нация есть такая немцы немцы по-русски это значит те которые вообще нихрена не понимают по-русски и мой и не мой не наш они вообще козлы вонючие которых называли фашистами многие из вас не знаешь что это такое я тоже не знаю но я соображаю что это такое у меня папа воевал но он там не был они краслагеря в одном написали арбайт махт фрай труд делает человека свободным представляете это же надо козла пупы какие додумались а труд делаю человека свободным концлагере потух это я про эту говорю потух он потух я не потух еще так что друзья проработать и по вспоминать много много наговори на всеми вот говорят труд сделал забезьяна человека меня сомнение замучили может наоборот все-таки а трос человека делает обезьяна подумать надо над этим понимаете короче очень много о труде сказано не мне о нем говорить но я раз пообещал вам сказать свое мнение мое мнение такое и пока я сандалии не склеил я буду работать работаю друзья я так вы все знаете это силой смысле токарем и вот работа токаря это творческий труд не только такой физически там взял кину имею ввиду стружку лопатой а умственная думать как какую пизде но каким образом сделать лучше какой вариант выбрать вставляете так что друзья работа токаря окей на работа я всех призываю купить мое пособие у меня книги я что электрон в электронной книжке пишу и писатели тоже труд это работа вот мои книжки стоит недорого 70 80 рублей и я еще копейками считают по вашему рублей вот если вы купите да прочитаете и возможно через два часа вы станете токарем я же там показываю ролики как чего схватить чего покрутить чего не надо крутить к чему не надо подходить где все рассказываю и вы станете все за это скорости вашего чтения и понимание переваривание как ваш мозг работает мозг кстати тоже работает эта работа и так друзья лайфхак про работу пора заканчивать работу все знают и богатулы тоже знают но не хотят работать они нам чешут всякую ерунду стоять и вот типа как я вам только они за это бабки получается а я несколько центов а если вы начнете мои лайфхаки смотреть день и ночь круглосуточно не по 8 часов хотя бы как в рабочий день то я буду много получать долларов поняли и с вашей помощью мы не позволим америкососом построить еще один авианосец который когда будет тонуть загубит 5000 человек среть так что друзья работа не слон ходила по короче условно стоит и работа будет стоять все пока я короче устал я устал друзья работа life факера меня вымотала